ТРАССА СТО ОДИН Приветствую, в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Нынешние выпускники автошкол крайне плохо сдают экзамены. Процент успешно прошедших практическое испытание с первого раза не превышает 22. По части теории дела обстоят получше 42%. Это данные госавтоинспекции по Москве. ГИБДД уже несколько лет фиксирует низкие показатели, сдающих на права. Автошколы проглатывают одна за другой порцией критики, а стоимость обучения между тем растет. ТРАССА СТО ОДИН Надо или не надо внедрять новые санкции для нетрезвых водителей в виде изъятия автомобиля. Данный вопрос обсуждается в России уже много лет. А в конкретном регионе, республике Тыва, решили перейти к делу. Там действительно хотят отбирать транспортные средства у граждан, которые попались на пьяном вождении повторно. Правда, находиться авто на штрафстоянке в качестве вещдока будет до решения суда. А он, напомню, может отправить нарушителя за решетку на срок до двух лет. ТРАССА СТО ОДИН ТРАССА СТО ОДИН ТРАССА СТО ОДИН Затем недоблогеры снимают, как поведет себя машина во время движения. Юристы предупреждают, налицо тут административный состав, а в случае серьезных последствий еще и уголовный. ТРАССА СТО ОДИН Говорят, снаряд дважды в одну воронку не падает. В Приморском крае гражданин, которому сейчас 21 год, дважды угнал один и тот же автомобиль. Угнал первый раз и отсидел. Недавно угнал второй раз и еще посидит. Возможно, между преступником и жертвой есть какая-то связь. За что-то первый второму мстит. Но правоохранительные органы на сей счет не распространяются. А что касается машины, то это ничем не примечательный старенький праворульный компакт-вэн Тойота Таун Эйс. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. ТРАССА СТО ОДИН ТРАССА СТО ОДИН